За пизда, за пизда, за пизда, за пизда. Всем здравствуйте. Короче, смотрите, первый донат нам отправил вот человек, и вот человек. Вам, человеке, спасибо. Пацаны, танец для людей. Ты за сотку, ты на 400. Ты на сотку. Мы ещё и похавали на ваши бабки. Вообще, очень было вкусно. Огромное вам спасибо, ребят. Всё, если тоже хотите донатить, внизу карточка Сбербанка указана. Донатьте много, потому что сейчас вы услышите такие вещи, после которых нам нужны будут деньги на адвоката. Это какой? Десятый. Десятый. Ну, я тот уже десятый написал. Душный подкаст, и мы начали междугородних душнарей вытаскивать. Это Антон. Привет, Антон. Заставка. Антон Прогибов. Контент-мейкер. Видео-мейкер. Контент-видео-фейер. И Кэфи-пейгер. Снимает видео. Лысый. Подписывайся. Свайпай вверх. Ставь классик. Свайпай вверх. Короче, Антоха приехал из Москвы. Вот, он жил там какой? А сколько ты там жил? Да 20 на большом. Ну что, рассказывай нам, селянам. Чисто поэкспериментировал. Да, сейчас с небольшого начнем. С небольшого? Ну да, в Москве здорово. То есть, если где-то планируете жить в России, то только там. Вот. Если коротко, то так. Ну все, все лучше. Лучше все на несколько уровней. Ощущение, что до этого ты был в СИЗО, и потом, оп, свак закончился. А до этого в СИЗО в Москве. Поехал в такой чуть-чуть более комфортный СИЗО. Угу. Сейчас. Сейчас. Зашуткать? Да. Будут такие вещи. Бля, бля, бля. Как-нибудь больше, типа, заложите вопрос, чтобы я, ну, как-то... Короче, нет, вот это... Эти ты нахуй, блядь, у нас такой... Зачем уехал? Зачем уехал, да? Ну, для того, чтобы реализовать творческий потенциал. О, давайте сегодня на 5 дней материться, да? Да. Окей. Ну, типа, нормально, классно же было. Да, круто. Вообще изумительно все. Изумительно. Короче, Антоха еще застал как раз весь экипиш, который в Москве он находился. И даже есть... Тоже кадры были уже, уже были. Что там происходило? А, ну да, мы так по фану пошли прогуляться и попали в эпицентр действий. Все выглядело, как, типа, обычные гуляния, празднования. Потом много-много-много-много автозаков. Вот много от слова много. Невероятное множество было. И они как черные края. Ребята с губинками. Вот, то есть никто не... Не было никакого кипиша, не было никаких массовых беспорядков. Люди просто ходили, даже не скандировали. Вот в той части, где я находился, ничего и не скандировали. Что ты такое говоришь? По телевизору не так говорят. Говорят, что все купленные пришли какие-то западно-проплаченные козлы. Ну вот, смотрите, ситуация, да, сейчас какая в стране. Типа, там было, ну, порядка 60 тысяч человек. Это каждому нужно заплатить хотя бы по тысяче. Это всего... Да расплюнут для этих западных капиталистов. Это 60, это тысяч? 60 миллионов, всего лишь. Не, возможно, возможно, невозможно. Скорее всего, были какие-то провокаторы, потому что я тоже видел. Мне кажется, даже гусени-гусарок с перцовками, типа, прыгали и прочее. ХЗ, ну, было очень много еще ментов в гражданке. То есть, куча ситуаций видел, прям, как рядом два типа стоят. Один снимает на камеру, тут же хватает второго. Подбегают типы, они, то есть, строятся в колонны, рассекают толпу, делят на части, подгоняют автозак, пакуют, подгоняют новый, опять отделяют кусок. Как змейка. Ну, это очень сильно дезморалит. То есть, мы попались один раз в днем и как-то слились, и вечером поехали на трубную. И на трубную уже мы выходим со станции, и обратно ты не можешь зайти, и с площади ты не можешь уйти. То есть, мы поехали там в Чайхану, ну, перекусить, и мы выходим, и все, то есть, мы заперты в оцеплении. Там, ну, порядка, не знаю, 40, наверное, автозаков. Ну, очень много. До хуя. Прямо до хуя. И они стоят там тройным кольцом, вот так за руки взялись, ты подходишь, типа, мне туда. Он молчит. Ты говоришь, мне туда. Мне нужно уйти. И никак не реагирует. Ты начинаешь как-то пытаться протиснуть, и тебя, естественно, тут же крутят. И доходят мини-отряды, там, по 6 человек, у них во главе главный орг, он подходит и прям вот так пальцем тычет. Они подбегают, крутят и жестко крутят. Причем никто на хуй не сопротивлялся, все просто стояли. Они подбивают, сбегают, на руках тебе уносят. Ну, там писали, что... Прикольно, слушайте, вообще классно. Не всех забирали в отделение, кого-то просто отвозили на несколько километров и отпускали. Да, кого-то увозили оформляться. Это как в Казахстане, помните, было Экспо в каком-то году. И там всех некрасивых, короче, вывозили. Бомжей всех вывозили, короче, из Астаны. По Казахстан же от России недалеко ушел. Это Северная Корея. То есть в Москве очень сильно ощущается действие ОПГ путинского. Не так, как в регионе. В регионе ты знаешь всех типа ментов в лицо. Можно договориться, объяснить, что мы же люди в первую очередь. Я все понимаю, это твоя работа, тебе нужно платить ипотеку. Это твои проблемы ебучие в первую очередь. Найди себе нормальную работу. Да, если вот это тебя обрекает на... Мусора ебаные, сука. Извините, это последний мат на сегодня. Я не мог промолчать, извините. Вот, а там не получаются такие диалогов. То есть в принципе в регионе к тебе подходит полицейский. Ну да, разговариваешь. Ты плюс-минус с ним на равных. Там чаще всего к тебе, если подходит именно с диалогом, к тебе подходит юрист. Конкретный юрист, который... Юрист при поддержке долбоявов. Прошу прощения. То есть ты ему как-то пытаешься конструктивно объяснить свою позицию, там сослаться на конституцию и прочее, что у тебя есть право передвигаться. Ты идешь в магазин, у тебя паспорт. Это твой документ, не QR-код. Документ у нас. Все, что происходит, оно несет рекомендательный характер. Никто не имеет права там препятствовать твоим свободам. Тебя не слушают. Просто пройдемте к автомобилю, пройдемте к автомобилю. Вы отказываетесь. Если вы препятствуете, то это все произойдет насильно. Интересно. Но паспорт же, можно же и без паспорта ходить. У нас же паспортный режим тоже не введен. Там это вообще не работает. То есть ты должен, во-первых, там доказать, что ты пребываешь не более двух месяцев. Потому что если ты больше двух месяцев, я не знаю, что происходит. Наверное, депортируют из Москвы или как. Что-что за собой плечет. Тебя, как минимум, возят в отдел. Когда, вот месяц назад, меньше месяца назад, на чистых прудах меня, когда мусора поймали, за то, что у меня не было QR-кода, о чем я рассказывал? К тебе? Месяц назад ты был на чистых прудах. О, про что я хотел сказать. Это все коронавирус. Буквально месяц назад Антон был на чистых прудах. Тю-тю-тю-тю-тю. Все. И они стали грязными. Мы это... Сейчас просто вклеим отсылку, типа, сначала, где Антоха говорит, вот ты, типа, в другом, в любом городе, как в СИЗО, а тут в Москву приезжаешь, и все классно, так все прикольно. И вот меня крепят. Да, да, да. И вот меня крепят. Типа, я говорю, если я не согласен, если я напишу, я не согласен с постановлением, то есть это все фейк. Это вы все придумали. И он говорит, у нас с собой только протоколы вот такого формата. Если нужно заполнять другое, вас сейчас увезут в отделение. Там уже очередь из таких какую-то. Но я понимаю, что их там очередь, потому что они бегают, и как псы, типа, собирают. Собирают и грузят бобики в автозаке. Причем в автозаках никому не выдают маски, и в автозаках все вот так вот, как щеке сидят. Да, изначально, типа, как вообще проходит процедура? Ты пришел в поликлинику, и типа, ну, на подозрение о коронавирусе делают тест. Но до этого ты, блядь, был дома, ехал в общественном транспорте, отсидел в очередь в поликлинике и пришел, и типа, если у тебя обнаружили коронавирус, на тебя надевают этот чумный костюм. Да. А смысл уже? Уже все. Уже все. Самый прикол, типа, ты говоришь, что вот, ну, это все же возня левая про коронавирус, типа, вот там, люди умирают. Во-первых, умирают также и от гриппа, например, говорит, от гриппа есть вакцина. Так как, почему люди умирают от гриппа тогда, если есть вакцина? Зададитесь себе вопросом, тупые козлы. Где вероятность того, что этого коронавируса не было раньше? Вот типа, почему, блядь, только сейчас, типа... Да, плюс, если еще взять расчет эту гипотезу, что есть статистика смертности в любой стране, ее можно назвать в интернете и сопоставить с нынешней. Тоже самое. Да, и там видно, что в некоторых районах она даже проседает, не превышает, что логично, а наоборот. Так она должна превышать и плотная для любви, типа, блядь, для таких мер, меры, которые принимаются, там уже, блядь, на порядок больше людей. Короче, это все понятно. У нас в Тюмени сейчас заражено 500 человек. 500 человек. Сколько в Тюмени живет? Ну, пусть 500 тысяч. Это даже не один процент. Ну, минимум, даже не один процент заражено. Это одна десятая процента. Ну, это что за вообще? Вы думаете, башкой свои бараны, тут пороги. Видос был, вот у девчонки, короче, смотрю на ютубе, этот, про коронавирус, про Швецию она рассказывала. Там, короче, ну, ничего не ввели. В Швеции просто все нормально. Этих, они всех призывали, грубо говоря, к этому эпидемиологи и говорят, типа, что так вырабатывается иммунитет общественный, если мы куда-то выходим, мы должны ходить. Нельзя закрывать сады, школы, тем более. Типа, дети должны заразиться, типа, все такое, пусть это все будет так. Типа, естественно. и заблокировали этот видос. Ну, просто удалили. И типа... Может, она в конце сказала, что Золотова убили? Не, не потому что, короче... Все с объяснением причины, типа, от ютуба, типа, что именно потому, что видос про коронавирус. Ну, типа... Ну, да, появилось же, утвердили этот законопроект, о том, что за фейковую информацию о коронавирусе, там, уголовное преследование. Как раз накануне. Я иду в магазин и вижу коронавирус. Свежие видосы в Сахалине. На дальнем остальном селе сел самолет и, типа, снимает в лиминаре. смотрите, нас нарядили, типа, в халатике перед тем, как мы сели и раздевались сейчас. Сразу же. Как это вообще работает? Как это помогает? Как в Москве, в метро? Ну, если вирус действительно опасен настолько, насколько о нем говорят в СМИ, значит, то, что произошло в Москве с метро, это теракт. Это, ну, самый настоящий теракт от правительства в адрес населения. То есть, это конкретный геноцид. Потому что, обычно пропускной режим, как устроен, ты входишь в метро, там, на входе 3-4 мента, на самой платформе 3 мента, ну, минимум. И сотрудники метро еще в форме с этими своими шеврончиками. Их там, ну, порядка 4-х человек. Во время карантина на входе ставили только двух мусоров, двух каких-то студентов, школьников. И выстраивались гигантские очереди, многосотенные, многосотенные очереди людей, которые вот так вот стоят. Плотно-плотно, потому что все спешат на работу, всем нужно уехать. Это не от нас. Почему он стопается, что проверяем? По периметру. QR-коды. Как только ввели QR-код, стоит мент, у него бумажка и там, типа, этот, планшет, и он прикладывает. У него не работает, он перезагружает. Ну, как это обычно происходит. Два человека и получает у одного, а второй стоит еблом торгует. А QR-код как получили? Как всем это, в общем, начало? Типа, регаешься на сайте, типа, госуслуг, Мосру, там, Мос что-то там. Ну, очень просто регистрация, типа, вводишь свои паспортные данные, указываешь причину, по которой нужно покинуть зоны самоизоляции. И там, типа, к доктору, что-то еще, и две разовые поездки даются в иных целях. Два раза в неделю. Два раза в неделю в иных целях. То есть, если у тебя идет отклонение от маршрута, прописанное в QR-коду, к тебе уже ряд вопросов, то есть, это уже как нарушение. Да, потому что у них появились полномочия отслеживать твое передвижение по сотовой связи. да, как и полномочия стрелять, скрывать частную собственность. Но еще не подписали же указ? Ну, все же работает. Ну, какая разница? Если это предлагается, вдруг, и я фиширую, значит, это уже принято и работает. Не будет такого. Сейчас все решения принимаются в закрытом порядке. Ты не попадешь в суд. Меня остановили мусора, выписали мне протокол, что я нарушаю самоизоляцию. И взяли другой номер телефона. Типа, заседание произойдет в закрытом формате, вам придет смс-ка решение суда. В зуме чисто. В зуме посидите. Судья такой-то. В скальпе. Типа, зубы там чистые. Что скажете о своем оправдании? Полтораж. Что скажете о своем оправдании? Ты... Все понятно. Почему люди хавают это? Почему хавают? Потому что... А где ими? Вообще в целом? Везде. В России. Ну, не хавают. Сейчас не хавают. Сейчас как-то... Люди об этом уже начали разговаривать. Да. Потому что раньше эти темы съедались на корню только. Начинается... Ой, да все нормально. Ой, в России всегда так. Да, туда. Вот это крайний год и следующий пушка будет. Все, следующий закачаем. Последний год тяжело в России уже всегда. Тереться начал так говорить. Да. Вот что, следующий год? А как не терпеть? Как? У нас 430 тысяч Росгвардии. И 140 миллионов людей. Ну, контракт не пил. 140 миллионов людей. Но они разбиты. Россия, это что? Это борщ на газон выплеснули, вот это Россия. Размазана по гигантскому куску земли. Как собрать? Если откуда-то начнется качка, то только вот из больших городов, миллионников. Москва, Питер, а там Андрил. Там Андрил. Ты идешь до магазина, и тебя крепят по-любому. Ты выходишь из дома, в любом случае ты встретишь там 2-3 экипажа. Я не преувеличиваю. И там непростые менты, если это слухопутные, то они типа на конях. Ты не убежишь от них. Он либо в машине, либо на лошади. Все. И это очень сильно дезморалит. По громкоговорителям этим вещают. Мэрия Москвы постановила. И вот круглые сутки это давит очень сильно. Психологически полное ощущение того, что ты на войне. Не, я думаю, что наоборот волны все возмущения должны идти с регионов. Да, сейчас сейчас это сработает лучше. Потому что все силы сконцентрированы там. Да, да, да. Потому что здесь захватить что-то легче намного. Осетия, как пример, сколько разгоняли митяж этот в Осетии и сколько бы его разгоняли в Москве. В Москве бы это разогнулось за 5 минут. Потому что вторая волна, когда была митинга, мы все стянулись на Арбат и загорелся склад в этот же день с утра. То есть авиация... В общем, есть какой-то законный проект, что вертолеты не могут летать над городом. условно просто так им захотелось. То есть нужен какой-то повод. И загорелся склад и появилась в новостной моменте статья, что вот горит склад и мы задействовали воздушные силы для тушения. А эти воздушные силы висели на Арбата. Мы вычисляли как бы куда. прикиньте просто насколько... Прилетает вертушка и через минуту-полторы автозаки колонну как бы так. Вот это сомнением типа подвергнуть ну блядь можно типа но типа стопудово подожгли стопудово спланировали стопудово все сделали. Причем там какая-то промка никому не нужна. Да все понятно. Да просто ну че людям-то Я бы вот че я как это вижу мне кажется интересно было бы себя почувствовать одним человеком который может в компании каких-то людей планировать такие штуки. Принимает решение. прикиньте мы сидим такие вот представь вот мы те люди хипа как интересно наверное внутри какой огонь ну сила какая ну блядь какая-то ну бешеная. это ублюдки тупые во все да кто там во власти это генералы принимают решение это кончено ну прикинь что у тебя в башке ты думаешь ебай я властелин мира да нет он не властелин он просто говорит да это это типа рабы ебаные что с ними делать да давайте вот подожжем там другое там какие-то имперские взгляды да там очень-очень типа глупо все иначе на все на это смотрят они типа думают что может по-простому я думаю у них раздутым эго это внутрь эго сто процентов раздут на самом деле если бы были еще какие-то планеты как в Звездных войнах вот там вот этот Дарт Вейтер на звезде смерти летит такой он думает да бля они заебали только не сюда все так и относятся рабы давайте подожжем склад и скажем что это там же было в прошлом году во время митингов там какой-то шашлык блядь фестиваль фестиваль шашлыка где там было 15-20 человек там сказали 800 тысяч у нас пришло сюда на митинге там 20 человек было верно человек там 200 максимум весь Паргорьков это гигантская территория да в новостях 30 тысяч да васселднаут разрыв интересно вот эта таблица умножения в СМИ как она работает то есть если 200 человек приходят на сколько они умножают надо просто чтобы больше было больше чем чем какое-то типа место где противовес идет вот там там будет 50 тысяч они скажут что там 500 а здесь и 18 прикольный расчет был про этот типа когда сказали что на шашлыков в этом фесте столько до человек прикольный раз-двух был типа возьмем самые популярные фестивали музыкальные на этом фестивале столько до человек на этом типа мировые и там все равно меньше чем фестиваль шашлыка хочу на фестиваль шашлыка пойти а там причем не бесплатно мне кажется раздавали забав а там митинги не вымачивайте в кефире мясо вы нахуй в киви маринуете мясо путин маринуй он так уже маринуй на самом деле уже все уже кепка Краснодар а Краснодар это столица чего мира анального края пацаны не знали что красава этот вообще губер интересно на самом деле услышать вот эту тему ой я не знаю что так вообще по QR кодам не я я в материале просто при чем это здоровье если у тебя нет QR кода ты даже на такси не уедешь ты садишься в такси тебе поворачивается водитель и говорит дай мне QR код если нет все он тебе не взет потому что их тоже облагают штрафом это уже определенно все равно вид чипирования можно же на метросе не можешь ездить ни по банковской карте ни по разному поезду тебе нужна карта тройка она должна быть твоему QR пропуску и должно быть сделано за 5 часов до твоего выезда знаешь что прикольно то что допустим если бы два раза в неделю в иных целях ну вот в моем подъезде я самый богатый безусловно ну да и в соседних тоже я бы купил у всего стояка эти QR коды и ну то есть брал бы паспорта ну хотя бы похожих короче не сработало сработало а как может быть богатый человек похож на бедного не может сразу вся теория то есть ты в Тюмени здесь можешь куда-то пойти и там остаться незамеченным в маскет и выходишь из дома и все твое лицо сразу я же в ходе установили эти новые штуки которые сканируют твои я бы мог в принципе брови белые покрасить так же я могу пойти спить бабку и просто спилить бороду или брать одно да и все взять у тебя паспорт и купить у тебя QR код могу могу интересно начнется продажа QR кода да зачем если ты богатый если у тебя тебе не нужен QR код все там богатые люди они все при этом спецпропуске то ли всем спецпропуск у мусоров вездеход корка у докторов и у волонтеров волонтеров еще нужно всем вездеходы я в Сочи был на вездеходах наклейка всем всем волонтерам типа вездеход ну на первую волну когда первая волна сайверс жесть я всем волонтерам сразу у нас в Тюмени хотят масочный режим вести ведут да когда 12 числа же говорят что будет вся эта тема будет пролонгация 100% везде чем больше город тем больше и возможно вот этот вот типа теракт с метро он как раз обусловлен тем что они заведомо знают что нужно чтобы до осени люди посидели остыли потому что сейчас только тайково сейчас лето сейчас люди активны сейчас у Путина рейтинг там максимально на дне то есть все кто там с членом вухи до этого ходил он сейчас и как бы видит ситуацию плюс-минус что вообще происходит нет еще интересную штуку я заметил что после вот сейчас последнее выступление было и продлили до 12 числа и с этого момента начали еще больше увеличиваться якобы заражение по всей стране увеличили что нет полуто не достигли надо продлить посидите еще мы с богом сука то что путин заканчивает каждую свою речь фразой с нами бог это пугает больше всего больше всего меня это пугает сам прикол уже песков анонсировал обращение путина 9 мая с нами трейлер уже 9 мая что он выйдет скажет поздравляю туда-сюда давайте еще посидим или скажет мы победили аллах будут подлять столько сколько могут с нами бог это это просто как-то легальная типа фраза которую можно сказать там типа как-то синоним хуй с вами типа не похуй бог с вами мне кажется путина уже никто не увидит вживую да его последние обращения вот только из будки будут я недавно задумался там уже сейчас типа короче Роснефть хочет миллиард долларов ввалить в какой-то типа стартап его дочери ну якобы дочери там есть какая-то женщина по фамилии Мария Воронцова которая уже 7 раз фамилию меняла и Путин не опровергает ее и не соглашается такое виляет и про искусственный а вы завтракали сегодня я подумал просто типа про искусственный интеллект бабок столько вкручивалось чтобы вселить типа его мозг ей например или кому-то чтобы он вечно правил всегда даже когда на самом деле если просто что нужно дай денег сделай бензин дешевый и правь киборгам не ну просто я вот насчет этого задумался дали бы по двадцатке люди сразу бы у них жопа бы чуть-чуть хоть расслабилась просто купите людей и все купите людей может это и есть грандиозный план по тому как стригерить население ну да народ настолько терпеливый что они вот пока Путин не выйдет не скажет сегодня Петровы с Ивановыми меняются женами на неделю не ну мне понравится как бы не хорошо что не с Азербайджан просто кажется что они наоборот провоцируют какую-то типа да типа ну больше нет оправданий это же подходит к тебе мент толпа ментов и говорят почему вы на улице это уже разговор не в рамках правового поля потому что он не прав и они понимают что они не правы и меня когда задержали я задавал вопрос может что-то стреляет в голове у тебя ты же человек в первую очередь наверное я на работе я деньги сюда зарабатывать приехал все вот понимаешь это монолитная позиция ты не достучишься никак кто это подавляющее большинство мусоров сейчас это гопники это конкретно в голове там село на машину надо и родить потом пока молодой они сейчас все сертификаты обещают зарплату сейчас пока здесь потом что-нибудь свое причем говорят что врачам типа увеличивают зарплату ни хера не увеличивают тоже видел обращение там санитарок под шумок просто сразу повышают росгвардейцам повышают повышают зарплату просто вот их покупают конкретно и провоцируют эту тему это единственный инструмент потому что чтобы сейчас вот эту агрессию человеческую держать везде все вовле структуру вкладу но они же понимают что не сейчас настолько сильно провоцирует что вся страна может взорваться и не хватит победит тот у кого ружье если произойдет так что военные встанут на сторону людей а это очень вероятно потому что военные мусоров не любят все это прекрасно знают если произойдет то да мы победим но нет мы не победим будет этот будет резня смена режима конечно будет долгая резня будет смена режима первые два года невыносимо будет жить в России будет сверху Поэтому, если вы планируете эмигрировать, то задумайтесь сейчас. На глубокую осень, как только открывается граница, сразу куда-нибудь дергаете. Да, если есть какая-то финансовая подушка, не раздумывайте, это будет лучшая инвестиция в свое будущее. У меня подушка передушка. А вот это в аэропорту ситуация, вот ты прилетел? О, это сельский цирк был. А в каком? В Рощине? В Рощине. А здесь? У нас? Прилетаем, ждем вещи, там стоят три парты, за ними сидят три человека в разной форме, в синий, в красной серьезной. И зеленый. Ну да, и зеленый, естественно. И сидит женщина-врач, и еще одна женщина-врач. И две шеренги, то есть одна стоит долго, а в одной люди быстро проходят. И там, где люди быстро проходят, стоит женщина в форме мента. Я подхожу, спрашиваю, в чем дело, почему тут вот здесь, а тут вот тут. Она говорит, нужны пропуск. А у вас есть пропуск? Я говорю, есть, что я в Москве вот получил, если вы о нем, то я пройду. Ну, нужен пропуск? Я говорю, ну вот у меня пропуск. У вас он есть? Я говорю, ну да. А это тот? Я говорю, а я не ебу. Вот спросите у женщины. И отправляет она к женщине-врачу, я подхожу к ней, спрашиваю у нее, этот пропуск? Она, какой этот пропуск? Я говорю, мне пройти нужно. Вставайте в очередь. Я говорю, мне сказали, что можно по пропуску. По какому? Ну, начинается дичь. Я начинаю повышать тонт. Снова возвращаясь к этой женщине, говорю, объясните, какой пропуск конкретно. Ну, я понимаю, что она вообще не понимает, о чем идет речь. Она говорит, вот у этого спросите. Другого мента тычет пальцем. Я спрашиваю у него, он говорит уже, что вы сотрудник борта. Я говорю, нет. Значит, вот, в общей очереди. То есть, вот такой цирк, потом я дожидаю своей очереди, мне дают какую-то бумажку, ничего не разъясняет, ноль информации. Распишитесь вот здесь. Я расписываюсь, потому что я хочу домой, естественно. Распишитесь вот тут, пройдите к врачу. Подхожу к врачу, там стоит 5 градусников, на всю толпу их просто салфеточкой, оп, опять. А ты ставишь? Ну да! Что? Я хочу в туалет, я хочу домой. Я просто брезгливый. Все брезгливые. Это та же ситуация. Не, я бы там вообще закричал бы. Я просто не смог. Ну все. Я был безморален максимально, я просто хотел уже доехать до дома, потому что я до этого общался с ними, я понял, что все. Ну без толку что-то объяснять. Все все прекрасно понимают. Просто у них есть полномочия. Он может тебя ударить, ты его не можешь ударить. Вот и вся разница. Такие дела. Да, поменяли температуру, взяли градусник и сказали все. У меня когда дезморали, у меня это типа этот, как в игре набираются типа все. Стаминность. Я могу, могу, да, хоть что сделать. Полтора часа не выдавали багаж вращенную. Я когда за Дианой приехал, по-моему, встречать ее. И полтора часа они выдавали там вращенную этот. У меня так пукан там пригорел, ебай. Я там... Я еще на радио тогда работал. Я приехал на эфир сразу, еще и на эфире накричал. Песню спел, что они там олени ебаны. Вообще охуенно. В общем, они ситуацией не владеют вообще нахуй. Да, да, да. Никто. Просто еще люди бывают, ну типа очередь говорят, ну надо потерпеть типа сами ситуации. Если бы все это было грамотно сделано, я вообще готов терпеть хоть всю жизнь. Но если вы как олени тупые работаете, то что терпеть баранов каких-то? Они начинают с фразы, а вы что не знаете какая ситуация в стране? Это сразу типа звонок о том, что он вообще не понимает, о чем идя ответить. Салам алейкум сразу же. Вот это вы не знаете. Пожалуйста. А кто рассказывал, в какой стране живет? Ну в хуевник. Вот у меня вот здесь вот, мы пошли за великом с Леркой. Забрали велик, вот здесь идем. И пятером они подходят. Ну я же не русского похож. Видимо из-за этого они, ну и молодой. Очень странно. И все, и они ложны. И русским они обычно не подходят. Да? Да, да. Конечно очкуют. Конечно очкуют. Ну короче, вот все они увидели меня. Я прям поймал их с град и я подумал, все сейчас идут. И это, я начал кипишить. Ну Лерка так, пары спускала тебя. Хи-хи там. Да чего, чего. И я там, блядь, тормози, пацаны. И там начал кипишить, короче. Я этому главному уже прям, ну в натуре говорю. Типа, блядь, вы что типа, что за тема вообще? Какого черта типа? Типа. Типа говорит, так да, так да, такая статья. Я говорю, это когда работает? Когда карантин, верно? Да. А сейчас что? Я говорю, сейчас мне карантин. Что, ввели карантин или что? Я что-то прослушал. Вот это постановление, я говорю, тормози. В гугле прям впиваю этого. Читай, говорю. И пацаны помоложе, ну как мы стоят там тоже. Типа такие, ну да. Я говорю, ну когда карантин же? Не карантин, все в порядке. Мы пошли. Ну мы в какой стране живем? Помоложе пацан говорит. Я говорю, в России. Ну в какой? Я говорю, ну в хуй. Ну да. И все. Короче, велик пробили типа. И как вот не пугает? Вот тебя что, не напугало это в моменте? Что, блядь, он же что угодно может подойти? Ну да. Это же хуй. Да. К слабым людям это точно, а не какой-то штраф там или еще что-то. Единственный совет, вот хотя бы в периферии там не в Москве, ну и в Москве там я видел видосы. Снимать надо ментов сразу, снимать и потом в прокуратуру вести. Лучше чем знание законов, чем что угодно именно именно видео. Знаешь какой типа довод я вот думал? Я вот сука уже неделю хожу и жду, когда ко мне подойдут менты и доебутся. Типа ты хочешь, чтоб тебя уволили? Ты сейчас на работе, я добьюсь того, чтоб тебя нахуй уволили и потом ты вместе со мной же потом будешь протестовать. Ты тоже самое. И тебя будут твои бывшие коллеги будут мутузить и бить. Так же к тебе как говно относиться. Хочешь этого? Ради Бога, давай составляй на меня акт, я сука напишу в прокуратуру, везде напишу. Я бы к тебе не подходил, потому что ты высокий. Я тебе говорю, очкуют менты. Вот мы сегодня с Димасом говорим, а что к нам не подошли? Очкуют. Они видят людей, которые могут им что-то сказать. Мы русский, с нами бог. Мы кавказцы, от нас можно получить пизды. Вот. Было в Москве несколько лет назад. Какие-то митинги чехлили людей пару лет назад. И в то же время, помните, была какая-то страна, короче, Мьянма, когда азиаты крепили, буддисты крепили мусульман. И к посольству этой страны, в Москве, туча, просто туча кавказцев пришло. Очень много мусульман со стволами, жестко заряженные. Мусора рядышком ходили такие, не санкционированные, не санкционированные. Я не призываю к тому, что мусора должны были чехлить. Просто, если вы делаете так, то везде должно быть так. Я почему не призываю? Почему двойные стандарты? Почему это именно вот так работает? Нет, я не призываю мусоров чехлить людей, вот этих, типа, кавказцев. Просто почему вот так? Ну, просто я доказываю, что вы очкуете. Вот, вы очкуны. Конечно. Сто процентов. Вот и все. Они видят слабость людей. Вот кого чехлили в этом, в Москве там тоже, в основном, ну, эти вот это, либеральные вот это, блядь, молодежь. Ну, черти, которых пинали везде постоянно. Типа умные, якобы умные там. Ну, не черти, ну, у нас в Покачах такие черти, вот, блядь. У нас чуть-чуть темнее, ой, светлее черного, уже черт. Ну, по сути, вся работа утыкается в том, что есть план, который в этой женщине. Палочки, палочки, конечно. Есть план, типа, выполнить только протоколов, но, типа, нужно их выполнить беспроблемно. Конечно. Ну, без проблем. Все они, что же люди там сами. Все, что сейчас у них вот прокатывает, все, что срабатывает, только исключительно из-за того, что люди это съедают. Да, да. Исключительно из-за этого. Только из-за этого. Потому что это все, нахуй, легитимно. Это все не за правду. Ну, да, если, типа, вы ничего не хотите протестовать, ничего не говорите. В любой стране, где есть финансовая поддержка населения, это уместно, но не вражки точно. Тоже, блядь, финансовая поддержка, типа, это популизм, там, как это, Собчак говорила, людям деньги дашь, они сгорят, проедят их. Так для этого и надо. Денег дайте людям. Люди пойдут в магазины. Магазины отчехлят налоги. Бам. Магазины будут покупать у поставщиков. Поставщики отчехлят налоги. Поставщики заплатят, блядь, этим, типам, перевозчикам. Перевозчики отчехлят налоги. Блядь, просто дайте денег в экономику. Не людям, которые просят, а в экономику тупая ебаная лошадь. Крабовая пиздачка. Собчак это равно соловьё. Да, его вообще рот ебал. Простите, пожалуйста. Да там их вообще туча, там, блядь, публичный дом. Все, что в телевизоре идёт. Да, всё, проституция идёт. Очень сложно родителям объяснить, что там неправда. Не, мои слава богу, вообще всё. Матушка у меня конкретно бунтарка, вообще, жёсткая. Не, у меня такие родители консерваторы, социопаты, да. Новая телевизора. У меня батя консерватор такой, он мне вот зимой прижал, он мне говорил, зато Путина все боятся. Я вообще его раскидал тогда конкретно. Не, мамка у меня хохолует, она знает такая, она вот за всю эту тему. Не, батя у меня тоже интересно раскидывает за всю эту движуху. Он сказал, что типа переворот типа уже случился, но он тоже прошёл закрыто. в тот момент, когда Мишустин типа пришёл на престол. Кухонная гипотеза. Ну да, кухонная гипотеза что-то типа. Да не, Мишустин он то такой, Мишустин он не мусор, он не слоев. Не, говорю про то, что к чему мысли ввиду, что вообще нынешний президент, который сейчас у нас есть, просто лицо. Лицо, но переворот типа перевернули не в сторону этого, не в сторону либерализации, в сторону ещё более, более жёсткого этого. Типа, которые были эти, генералы там ФСБшинки или ещё кто-то. Вполне возможно, что в дальнейшем сейчас вот превратится не в демократическую страну, в которой как бы и не было. И в демократии просто слово, просто социалистическая партия, жёсткая диктатура. Ну да, нет, социализм это всё. Хотят сделать Северную Корею, но очень сложно, потому что менталитет совершенно другой. Абсолютно. Надо 3-4-5 поколений вот так. Ну, стройте крайние года именно такой. То есть люди и живут в таком состоянии, но потому как они не привыкли к такому, они верят, что вот сейчас. Да, сейчас будет. Вот это сейчас придёт. Они от кого-то ждут. Да ладно. Все вот это ещё такие интересные эти доводы типа, а кто вот кто-то, блядь. Это у нас 140 миллионов человек в России, даже 100. А, типа кто если не Путин? Больше всего очко с этого взрывается. Семучило безруково вот с этих босошей. Хочет топить? За конституцию, чтобы врачам платили деньги, чтобы мы говорили на своём языке. А без этого типа, без конституции никак не. Совет, посмотрите городок все. Все посмотрите городок. Там вот… Ретро-выпуски? Ну вообще, да. Передача, где Оленников живой ещё. Ну и со Стоянным. Там и про ту эпидемию, которая там была в то время, как раз надо птичьей или свиной, что-то там было в этот момент. И вообще очень много отсылок и очень круто там всё показано. Если не смотрели, я просто недавно встретился с человеком, который не знает, что такое сказка 12 месяцев. Ну это ладно, без суть. Посмотрите городок и там очень много отсылок. И посмотрите, что ничего не меняется вообще. Вообще ничего. Будка гласности 92-го года. Да. Просто копия то, что сейчас есть. Ну нет, нет. И не происходит ничего для этого. Нет, на самом деле я вот сегодня смотрел Будку гласности типа, во-первых, сейчас нет Будки гласности, братан. Сейчас просто невозможно такое явление, чтобы люди… Будки гласности. Вышли, вышли куда-то типа, чтобы их по телевизору сказали, бля, меня заебала власть. По телеку, чтобы это показали. А это по телеку было? Я в каком-то подкасте говорил, что 90-е годы это было самое свободное время. Мы на 146 месте в статистике по свободе прессы. В мире 146. Да. Это я столько стран. А мест сколько? Я столько стран не перечислил. В около 200 стран. Да, 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 не больше 200. Да. То есть 200 стран, в некоторых из них даже прессы нет, наверное. Прикинь. Да, да, это просто… Слово такого вообще. 90-е годы, типа тогда было, ничего не менялось в плане того, что бедно было. Ну, типа так же у людей не было чуть-чуть денег. Но тогда была свобода. Тогда не было жесткой диктатуры. Делай что по кайфу. Вот хочешь, иди торгуй на улицу. Сейчас выйди торговать тебе, бля. ИП, МИП, налоги, мологи, тоси, бойси, ляси, тряси. Там будка гласности, чувак приходит. Ну, там поставили будку гласности на 9 мая. В 90-й год. Он заходит такой, ну, на улице праздник для наших ветеранов, но они вообще не радуются. Потому что вот такая вот коня. А сейчас вот как раз Серега бомбил над этой темой про оформление города 9 мая праздником Победы. Я ничего не имею против Победы. Ну, типа вот это и всего. Да это не праздник нихуя. Но кто придумал, что это праздник, бля. Почему люди, которые бьют себя в грудь, что это праздник, то есть они убирают аргумент, даже не знают о том, что, бля, 20 лет после войны не было парадов. Ну, типа и это и не нужно было. Парад. Парад, ребята, парад. Вот я когда в футбол играл, мы приезжали на соревнования, в начале парад был. Ну что это, типа ежегодная демонстрация? Весело. Сила, да, обринчание оружием. Типа, зачем это? Это готов. Парад просто. Нет. Сам по себе парад вообще, типа. Это готовность. Просто вот возьмите соревнования, это готовность к чему-то. Мы идем, мы готовы к чему-то. То есть мы готовы к войне. Это понятно. Нахуя? Шаманская тема, чтобы, типа, всякими погремушками отпугивать духов злых. За прошлый год, типа, из бюджета 4 с копейками процента было потрачено на оборонку. Бля, погодите. На медицину 3 процента. Знаешь, что я это подумал? Парад, прикольно делать парад, если это что-то веселое. А тут же априори не может быть что-то веселого 9 мая. Типа, победили, даже проиграли бы. Но, типа, не разница. Это не весело нихуя. Просто сколько бабок мы потратили на это. Сколько бабок каждый год тратится на 9 мая. Дайте деньги ветеранам. Дайте людям деньги. Потому что, бля, богатыми, свободными людьми трудно управлять. Мы тоже разговаривали. Зачем им управлять? Дайте пожить просто. Пожить. Не мешайте. Не мешайте жить, сука. Вот мы что получили. Хуйца соснули. Мы тратим больше на оборонку, чем на медицину. Сейчас глотнули? Глотнули. Мы оптимизируем больницы. Меньше делаем. Оптимизируем школы. Образование. Детей. Будущее наше. Въебываем деньги в оборонку. И, сука, по три храма у нас в день открывается, строится. Вы кого из нас делаете? Вояк православный? Крестовый поход? Тамплиеры, что ли? Куда вообще? Зачем это все? Я не то, что немец и я против победы. Но, блядь, сам факт того, что, блядь, это не праздник. Блядь, праздновать победу в натуре хуёво тебе, блядь. Да, конечно же. Нет, праздновать победу это одно. Да не одно, блядь. Сейчас показалось. Просто я говорю, что сейчас понятие вот этой даты, это извращение. Вот эти вот придурки, блядь, которые ездят на машине, можем повторить. Так это вот из-за праздника, типа, праздник. Конечно. Да, это же не праздник. У кого появилась георгиевская лента? Не знаю. Вот забыгрите. Интересно. В каком? Ну, в каком-то, я же говорю. Не в сорок пятом. Блядь, реально, это же не праздник. То есть, это знало праздник. Это же, типа, ну, хорошо, пусть надо знать дату, там, и так далее, там. Ну, блядь, это не праздник. Это война в первую очередь, это же мертвые люди. Да, да. Без разницы, кто, какой, откуда, блядь, все, кто-то умирал. Это, блядь, не праздник. Это единственный мощный праздник у нас в России, прикиньте. За тысячелетнюю историю это единственный праздник, который отмечается. То есть, у нас нечего больше. Вот Димас спросил, сейчас мы когда заходили на подказ, почему, типа, про Афган, про Афган, типа, не помнят. Почему про Чечню, типа, туда-сюда. Потому что, во-первых, мы там получили пиздюлей конкретных, вообще, 10 лет. Заряженная советская армия получала, блядь, пиздюлей от просто аборигенов афганских. От типов, которые в горах живут, блядь, и в этой шляпе ходят. Да потому что это тоже не война, а инфоповод был. Да. Ссылали туда походов студентов. Просто, чтобы, ну вот война формальная. Люди умирают, значит война идет. 10 лет. Не было цели победить, захватить. Да, блядь, реально, блядь, жалко нахуй, что из-за каких-то, блядь, это из-за бизнеса, из-за какой-то политической хуйни. Политика это тоже такое слово, оно, блядь, просто вуаль, блядь, которое закрывает, блядь, просто тупо бизнес. Надо сменить вектор разговора. Я вообще рот ебал, вот эти все темы. И больше всего высаживать, что в какую бы компанию ты не пришел, ты говоришь, блядь, только вот об этом, об одном и том же. Че, как там, че там, мусора жестко там. Ну, давайте перестанем у нас в компании. Не, ну я как бы, я вообще в материале, пиздец, я все знаю. Я говорю, я смотрю только вот это говно, блядь. Я могу легко перестанем. Типа хочется, чтобы ты сказал людям, которые даже нас смотришь, каково все на самом деле. Все плохо, все хуёво, мы живем в гигантской тюрьме, и у нас есть царь, владыка, у него есть гигантская армия стражников. Нигде, ну, возможно, где-то еще так же реагируют. Когда я вижу мента, блядь, с зеленых соплей, первое ощущение, это ну вот мне не погоди. Я начинаю вспоминать, нет ли у меня там с собой чего-то ненужного, что может его заинтересовать и прочее. То есть уровень доверия ноль вообще. Короче, вообще, вот для меня, почему я бы готов перестать об этом говорить, типа, потому что для меня всего достаточно. Если собираемся в митинг, и я вот готов не говорить, Сережа, допустим, позвонит, скажет, там митинг. Я понимаю, что да, я иду, типа, возьму что-то тяжелое на всех случаях, и иду. Типа, блядь, ну, можно уже, уже все понятно. А в Тимене же не было, вообще не было. Были, находили, ну, это пиздец, блядь, сто, пятьдесят человек. Это митинг, на котором ты понимаешь, в натуре, блядь, люди, вы, долбоемые. Ну, пришла, пришли не люди, которые, типа, ну, молодежь, которая реально может. А пришли такие какие-то, просто форшмаки. Ну, извините, что я так говорю, но вы форшмаки, реально. Я им говорил, людям, типа, там, из-за как раз прошлогодней техники. Вышел, блядь, человек, говорит, да, Серега? Я говорю, типа, это митинг не из-за того, что, типа, не про Мосгордуму, а про Россию, вообще, про коррупцию. Вы говорите про коррупцию, но по факту вы сами кормите эту коррупцию. Они здесь стоят, вот так стоят, Серега тут стоит, и все. И они такие, вот он это сказал только, вы сами там, мы не сами сразу. Да, 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 вы платите ментам взятки. Нужно место в садике, вы заплатите. Говори за себя! Да, 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 бля, уроды ебаные, сука. Ты воняешь! И вот так орут, ебаные аж. Нету целостности русского народа. Если бы это все подкрепили лидеры мнений тюменские, всякие, медийные дизайнеры, диджей. Ну, как нет, все на этом держится. Нет, в смысле, в нас нет таких... Потому что... Ведущие, элементарно ведущие. А нету такого медиа? Потому что ведущие многие-многие всякие такие... Это призыв сейчас, да? Да нет, нет. Мы призываем с удовольствием. Многие эти, типа, лидеры мнений тюменских, они как-то где-то связаны с... А политичные все, скорее всего. Во-первых, а политичные. Они в всяких пабликах, там ведь реально не верят, что в Москве сколько людей выходят. Там пишут, да кого, это вброс там 200 человек, это правда, 40 тысяч человек, ну плюс-минус. То есть, не кольская, а перская, вот, плотничком, вообще никуда яблоко упасть. Очень много людей ходят. Бездельники, бездельники, говорят. И они не бездельники, и там аудитория не такая, как тут, вот эти вот, с дефектами. Нормальные люди. И говорю, что, типа, лидеры мнения в Тюмени, во-первых, аполитичные, во-вторых, они связаны с, типа, ну, как-то, как-то. А так ничего и не изменится. То есть, значит, все будет. Да, да. Пока те, у кого есть возможность повлиять на ситуацию, забивают хуй, потому что им, в принципе, ну, норм. У тех, у кого не норм, будет еще хуже. Да. В рашке будет только хуже. Лучше не будет никогда. Гайки будут закручивать все ту же и ту же и ту же, пока вы не придете к осознанию. О, серная Корея. Все, пока. Пошел стричься под горшок. Конечно. Все, вы уже сидите в условиях самоизоляции, без каких-то финансовых компенсаций, по собственному желанию. И понимая, что это незаконно, вы сидите дома. Да. Сейчас. Пока у них нет оружия. А когда они начнут стрелять, не могут... Да как эти... Я вчера только наткнулся тоже. На карантин подъезды как закрываются. Видел? Назаваривают падики, что ли? Нет, просто, типа, нельзя выходить. Кто-то заболел в подъезде и закрывает подъезд. Там стоит человек в этой маске. Мент там открывает, что-то там говорит, там они что-то говорят, ему все, все, блядь, все закрывает подъезд. Просто... А почему его не изолируют? Почему не увозят куда-нибудь из подъезда? Нет, полностью весь подъезд. А весь подъезд болеют? Да. Нет, один человек заболел. Кто-то заболел, все. Они были в контакте, грубо говоря. Все, кто в подъезде живет. И люди это одобряют. Вот это напрягает. Нет, ну не факт, что это плохо. Именно это возможно и хорошо. То есть, они же... Это как-то препятствует распространению вируса. Ну, согласись. Если болеет один человек, рядом живут 20, ну логично их изолировать. То есть, если им есть на что жить. Ну, да, блядь, все это, все хуйня. Я вот говорю, каждый, почти как показ. Любой аргумент про коронавирус, я ебану обхуй. Вот любой аргумент. Не знаете, типа, нет вакцины? От гриппа есть вакцина? Люди умирают. Тупик классический священник. Герпес. Вас разъебов. От этого, блядь. Выйди на свет. Герпес, да. От туберкулеза умирают люди. Есть вакцина от туберкулеза? Есть. Есть. Типа люди... Умирают. Умирают. Бустить иммунку нужно, и все. Мне кажется, только так. И умирают, ну, по большей части. Блядь, у нас три человека в Тюмени. Умерло три человека. Но это же, блядь, смешно. Это, на самом деле, очень неизведанная тема. Вот коронавирус, это равно космос. Вообще хозель. Что это такое? Это может быть гигантским инфоповодом и наёбом, чтобы чипировать население? Нет. Есть такой вирус, что он этот... Билл Гейтсу принадлежат все эти патенты на этот вирус. Билл Гейтска оружие. Да, да. Все патенты... Тоже, блядь, то ты говорил, что... Вообще мы обсуждали недавно, что несколько месяцев назад думали, что коронавирусом только азиаты могут заболеть. Да, да, да. Самый прикол, пацаны, знает. Я говорю, блядь, огонь нахуй. Помните такого типа... Как его, блядь? Как он, блядь? Глеб. Глеб, не помню фамилию. Он вёл... Нет. На НТВ программа максимум. Рассказать все, что скрыто, короче. Я понял про тебя. У него на Ютубе есть канал. Он там вообще типа про дома рассказывает, про стройку типа перепрофилировался. Но сейчас он типа оппозиционный чувак. И он показывает, что в ноябре в России была типа... Эпидемия пневмонии неизведанной. Ну, один в один все симптомы... В каком году? В прошлом году, в ноябре. А в сентябре в Новосибири какой-то ёбнул завод. Ну, какой-то типа центр вот этой вот типа, блядь, исследования биологической хуйни. Вот и всё. Вот все симптомы один в один. Ничего не закрывали, ничего не закрывали. А тут ёб... Ну, блядь, ну всё это такая мурость. Единственное, к чему я точно пресекаю, что всё, что нам известно, это всё полная хуйня и неправда. Потому что если... Конечно. Ты видишь только то, что тебе разрешено. Да, да, да. По сути всё какая-то там, мы можем только догадываться о чём-то и строить какие-то теории. Но в целом, блядь, ну... Вот всё, ну и, блядь, в этих мурорах. Знаешь ли, я про чё говорил, типа, ещё давно. И как с мясом, типа, тема. Типа, людям сейчас сложно доказать, что их наёбывают, потому что это им нужно внутри себя признать, что они долбоёбы. А это очень сложно представить, ну и сказать, что, блядь, я реально чё-то не понимал. Лучше сказать, да это... Ой. Дурак, бляха-муха, тупой вообще, ерунду какую-то говоришь. Короче, давайте про контент, про видео. Сейчас пока настроим, типа... Так, короче, Антоха, сколько лет ты занимаешься в видео? Видосы, да? Как вообще пришёл в этот движок, в творчество? Первая камера... Чуть-чуть улыбнитесь, пацаны. Первая камера. У меня появилось лет в одиннадцать. Это VHS-ка Sony, на которую я делал несколько шотов. А какая модель по номеру? Sony HZ, какая-то Handicam хуйка. Ну, короче... Ну, это была крайняя... Мы с тобой примерно ровесники, я знаю, что это за камера. Такая? Да, да, да. Да, 100 пудов. В прошлом году, короче, мы когда все это провели, когда на митинге, опять эта хуйня про митинги, на митинге, когда выступал, эшенки стояли. Выдернули за титью. С твоей VHS-кой. С вот этими VHS-ками такие стояли. На кассету. По ним видно, что мусары тупые. Прям по ним видно вот эти сумочки беспонтовые, у них вот эти квадратные. Вот эти камеры. 2019 год. Всё, я в один след нашел. Вот что-то... Откуда она вообще появилась? Семейная? Батя родился, да, младший брат. Сказали, вот. Сама и брата. Я фоткал для этого на кодек. Ну, вот видишь. Да. Ну, когда младший появляется, надо его снимать. А старший... Надо старшего пиздить, а младшего снимать. А старший... Это была первая камера. На неё там снимал какие-то первые этюды. Потом всё это похерил, сменил на музыку. Музыкой же долго занимался. Да, какой? На барабанах играл 9 лет. Ну, чё я отхуячил вообще. Очень круто. Ну и как бы и сейчас по схилу не утрачен. Потом из музыки в спорт и как-то туда-сюда. Потом был двухлетний дауншифтинг. Я просто сидел дома и занимался каллиграфией. И думал, кто я? Кто я? Кем я хочу быть? То есть вот это вот когда ты, блядь, малевал на стенах, вот так вот закатывал глаза, ты называл это каллиграфией, да? Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Потом появилась, у кого-то там знакомый взял камеру, KN600D по-моему, снял он мне первые 3-4 скетча в домашней обстановке. Обстановки. Вот. Это был мой кейс. С ним я обратился на Тюменский продакшен, Андрюха. Привет. Да, и в течение года… Андрюха, ты что досмотрел, да? Красавчик. А там будет таймкод, он сразу туда. Для Андрюхи. Да, таймкод для Андрюхи, да. Единственный таймкод, давай сделай. Да, большой респект. Вся правда об Андрюхи Пшеничниках. Принял участие, безусловно, в общем, в моем бусте. Было очень много работы, однообразные репортажки, куча-куча-куча-куча. Играет, в общем, роль насмотренность. То есть, чем больше ты снимаешь, тем лучше ты снимаешь, чем больше ты монтажешь, тем лучше ты чувствуешь динамику монтажа. Вот, так что это все сказалось, там, достиг какого-то лимита творческого, понял, что, ну, все, умение уже выше не шагнуть. Ну, тупо не с кем, тут все очень финансово ориентированы. На какую-то творчугу пытаешься кого-то затянуть, там, по музыке помочь, по фото, по освещению. Все пытаются тебя стригнуть сразу. То есть, в Москве намного проще. Куча тематических групп, и все, ну, очень открыто идут. Творчуха, потому что мышление по-другому построено. Там смотрят никак на ресурс. Каких групп я не уловил? Ну, в WhatsApp, в комьюнити. Ну, да, сотрудничество ТФП, там, саунд-дизайнеры, художники-постановщики. У тебя про барабаны сразу рок-группы, да? Я не понял, какие группы, просто, да, типа. Вот, то есть, там люди не так финансово ориентированы в сфере, там, в индустрии, короче. То есть, не смотрят как на ресурсы, а это что? Да, как забустится, открыть для себя что-то новое, в чем-то новом, себя попробовать что-то новое, крутое сделать, снять совместно. Тут такого не получится никогда, мне кажется. Ну, если только с вами начали. Положили первый кирпич. Да, да, да. Скоро будет топовый контент. Второй раз девять. Да, субдот, подкаст выйдет гораздо раньше. Да, поэтому... Зачем я начал пафосно говорить, что... Ребята! Оправдай свою прическу. Да, да, да. Просто я сейчас буду говорить про эксперименты. Клевео! Пару советов типам, которые хотят в Москву переехать вот какое-то творчество. Чего ты первые шадите? Первое, на все рекопируйте QR-коды. Сука! Первое, заморочитесь кейсом каким-то крутым. То есть, все, что работало в Тюмени, но там нахуй не работает. Нельзя приехать и сказать, я крутой. Меня там знает Шмидо, мы с Ромкой там работали. Те скажут, ты дурак, иди домой. То есть, нужны какие-то какие-то кейсы. Не, если со мной работали, то... То точно нахуй условия вообще не есть. Не я тебе нахуй никакой. Типа шаурил какой-то там? Да, конечно. Шаурил, какие-то стопка идей, которые ты готов вот-вот реализовать. А для кого, что ли? Не, кому, типа, кому обращаться? Кому обращаться? В продакшены? То есть, мы конкретно про съемку сейчас говорим. Ну, например, да. Ну, первым делом нужно... А, нужно? Как сделал я? Я не ебу как нужно. Я прилетел, разослал больше ста писем по продакшенам. Прикрепил шаурил там, письмо. Типа йоу? Поверхностно, да, йоу. Я там оттуда. В тексте, да? Да, быть частью команды. Ну, конечно. И был минимальный фидбэк там. Писем пять может. То есть, электронка в Москве, нахуй, никто не читает. Старайтесь, через сайты, через фейсбук по большей части вообще не происходит. Сразу выходить на продюсеров. На продюсера этого продакшена. Как ты проходил? Я не понимаю. Социальные сети, все в социальных сетях. И что ты здесь сжал? Правильно все? Да, просто привет. Привет, старина. Я оператору постановлюсь. Ты захочешь в какую-нибудь продакшен? А, ну да, блядь. Ёптвэк. Только так. Это первый момент. Второй, писать и непосредственно видеооператором. Крутым скилловым типам, которые работают нон-стопом. Ну типа кто вообще в этом рынке? Да, пишешь и клянчешь. Типа если он увидит в тебе что-то, какие-то зачатки, то обязательно откликнуться. То есть минимальный, максимальный как раз фидбэк был именно вот с этих запросов к видеооператорам. Все отвечают. Все отвечают. Да, да, нет, нет. Как бы что-то там может быть. Пообещаем. Мы вас внесем в базу и перезвоним. Нет. Базу? Не перезвонят. И что? Первое, грубо говоря, что было? Первое, что было? Как упало? Первое, это было... Бу-бу-бу. Короче, это была коллаборация Leroy Merlin с топовыми блогерами московскими. Они отдавали старые вещи. А дизайнеры от Leroy их клево обгрейдили, отдавали. И я снимал саму процедуру вручения эмоций. Вау! Это вот как раз от кого-то из операторов. Вася Иванов. Крутой чувак. Громный респект ему. Он был вторым оператором в фильме «Сердце Пармы» на монтаже. Сейчас скоро выйдет. Крутой фильм про средневековье. Вот такая косноязык и тизер, потому что я вообще не в материале. Просто, ну, история смотрел. Какой-то очень высокобюджетный русский фильм. Он там был вторым оператором. И он был тогда на съемках. А я ему писал на днях. И он дает, как бы, мой телеграмм. Чувачку, чувачок пишет мне. Ёп, давай встретимся. И все, и погнали. И все, заказик за заказиком. Везде оставляешь свой контакт. И все с тобой связывается, если ты интересен. Вот. Вот. Такой вопрос. Вот ты все равно снимаешь, и вот для тебя самое тяжелое, ну, по сути, и самая, ну, мечта, наверное, твоя работа, что бы ты хотел снять? Ну, что делать? Ну, типа, что у тебя, вот то, что ты сейчас реализуешь, это вообще супер. А типа, ну, грубо говоря, в мечтах? Ну, фильм однозначно, фильм, конечно, все, мне кажется, оперпосты хотят прийти к своему полному метру. Вот. Все на сзади разработки. Все упирается в бюджет, как обычно. То есть большое кино – это колоссальные ресурсы должны быть на реализацию. Поэтому и снимают хуйню в России, потому что деньги выделяют, а слишком много людей, которые хотят их подрезать. И по факту там до съемочной площадки доезжают. Ну, а что авторское кино хорошее? Может быть, может быть. Для Быкова. А если бы у тебя была возможность выбирать с кем работать, с кем бы ты выбрал? Из кого? Из каких? Ну, русских. Русских, не обязательно русских. Ну, может, из не русских. Давай с русских начнем пока. Да, с русских. Нету такого-то конкретного, знаешь, лидера. Вот так вот только с ним и все, все же по-своему. Любой человек, который достигает там успеха в индустрии, у него есть свой почерк. Ну, он каждый уникален. Они каждый просмотрели к херову кучу материала. Это супер насмотренные люди. И с каждым работают. И что-то новое открываешь. В любом случае. Ты можешь снимать одно и то же, но с разными режиссерами и ты по-разному проживешь. Хотел бы снять кино вот сейчас, которое с Югер Кридом. Я не читал, смотри, не знаю про чё. Какой такой фильм будет? Идеальный мужчина. Да, пиздец. А, я жёсткий. Ну, типа, это... Да нет, тут понятен ответ, что в целом насрать с кем работать. Ну, типа, и что если... Если, конечно, если это талантливый чувак, ты... Не, это точно не талантливое кино, ну, типа. Ну, тут тогда деньги. Абсолютно не талантливое. Тогда, да, тогда возможно деньги, если там нету никаких политических контекстов туда. Понравилось мне всё. Да, можно написаться. Мне бы тоже понравилось что-то писать туда. Ну, типа, ну, этот... Не важно, что продукт плохой в конце. Сейчас вообще на съёмке, типа, не... Как выразить эту мысль? В общем, все научились делать крутую картинку. Все знают, как сделать заебись визуально. Но не все умеют клёво упаковать это. Ну, какую-то идею. Красивый визуал. Ну, там вот в этом фильме, короче... Абсурд. Да, там этот... Он, типа, робот, этот. Крис. Крис, да. И его, типа... А спойлер уже. Его, типа, покупают. Пожалуйста. В один момент там это... Как будто Бузова кто-то начинает петь и не затыкается. Слевлеча ему дает, и у него, короче, это... Челюсть, типа, ну, ломается, как будто. И отсоединяется, типа, повисает, так и чуть-чуть приоткрывается. А, это фантастика. Ну, такая. И вот эта вот хуета выглядит, ну, хуже, чем маски в Инстаграме. Как большой робот в первом робокопе. Помнишь, который... Пластилиновая Годзилла. Хуже. Да, да. Хуже, чем... Ну, отвратительный вот этот вот как-то. Бюджет фильма 160 миллионов рублей. Эффект, да. Да, надеюсь, не доллар. Нормально. 160 миллионов рублей стоит этот фильм. В этом фильме, короче, едет... Они едут в машине, и там у актрисы вот здесь... Его сняли уже? Да. Ну, показали уже. Там, блядь... И, короче, у нее здесь волосы, и в волосах зеленая... Хромак. Хромак видно. Прикинь. Ладно, если это... Ну, что-то... Чтобы ты... Вот тебе было 160 миллионов, чтобы ты отснял вообще. Вот так вот. Я бы? Да. Интересно. Я бы снял виллу, нахуй, где-нибудь. За границей. Я такой, что я бы переживал, блядь. 160 миллионов, если дохуеть. Я бы сидел, переживал, блядь, год, нахуй, думал. Я тебе это там надо. Я бы такой фильм отснял за четыре. Не, просто большинство того, что сейчас выходит на отечественные рынки, это же вообще шляпа. Особенно то, что поддерживается фондом кино. Как так можно? Так там бюджеты формируются из того, что они обещают, что это будет разъеб, это будет третий аватар. Это исключительно спецэффекты. Каждую вторую секунду там будет взрыв. Ну, CG, оно же все дорогое сейчас. То есть дешевле снять что-то. Реальную взрывку теперь технически, чем это отрисовать. И из-за этого растут бюджеты. Поэтому, если без спецэффектов, на 160 мультов можно очень крутые несколько, ну парочку точных фильмов про Россию снять. Ну, да. А твои любимые три твоих любимых фильмы? Важаю, допустим, русских. Блин. Три любимых русских фильмов. Не, давай вырежем это. Ну, они такие попсовые. Мне Балабанов нравится. Все, что делал Балабанов. Брат, брат два, сестры. Это не показатель, вообще не просто. Вот мне нравится. Ну да, всем нравится. Твой советский тяжелячок. Это искусство, это вот как на выставку сходить. Не просто ты вот сидишь с лимонадником и смотришь, там мужчина любит женщину, у них рождается ребенок. А вот именно ты в напруге в какой-то. Потом еще после фильма себе чуть-чуть кроешься. У Йорга Салантимаса какие-то картины есть. С лобстера можно начать. Тоже своеобразный такой язык кинематографа. Быков кайф вообще. Да. Ну вот эта мрачнуха, это вообще кайф. Не всем заходит. Многие в просмотре фильма уже другого ждут. Угу. И Квартет, Квартет и еще кайф снимают. Не, они уже не снимают. Да как снимают, они вторую часть сейчас этого. Обратная связь. Ой, как? Громкая связь. Да. И даже спизженная хуйня. Ну а вторую часть они сейчас снимают. На хуя. Первая не особо прикольная. Да не знаю, мне понравилось. Интересно. Ну типа, если до этого у них кто. Типа, что говорят мужчины там вот эти. Да. Вообще все в целом то, что они делают, это никто не делает так в России. Никто не сделает сто процентов. И Лапенко. Лапенко крутая. Типа. 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 Причем у него все круто. Да. От истории жизни до творчества. Ее внешне сколько их там? Пятьдесят детей? Пятнадцать. Пятнадцать. Нет. Самый прикол у Лапенко то, что он короче, то что будет повторять это сто годов будет повторить. Типа лучше не получится сделать. Потому что есть вот типа определенный персонаж. Он или косплей? Ну типа да. Если Лапенко, если будем делать пародию, это будет выглядеть только как пародия. Потому что тут какая-то уникальность что ли у него присутствует. Ну там четко срисован образ именно вот этих персонажей, которых он отыгрывает. И как бы туда не пытался. Не спиздить. Получится. Не, ну это же обычный скетч. Но спиздят и покажут и люди съедят. Единственный типа, единственный кайф, что он один там. Только один типа во всем снимается. Например тот же самый Осторожно модерн. Там городок. То же самое. Любой скетч, любой скетч шоу это тоже самое. Просто тут и он один. И все. Вот в этом у него уникальность. Ну и то, что он типа актер прикольный. Но тот же самый Нагиев например в Осторожно модерн. Ну да. Но он вообще там гениальный. Да. Ну прикольно. Стоянов блять. Вообще мастер. Посмотрел я тут недавно блять этот стоян. Короче я рассказывал, что мне хочется посмотреть что-то. Что какое-нибудь дерьмо, чтобы поругаться. И я включил второй канал. Ну там вот в любое время в суток включаешь. Взрыв очка. Включаешь второй канал. Это сразу цифра 2. Это взрыв очка. Жопа говно. Нет там короче когда ты с утра включаешь. У тебя длинный длинный фитиль. У тебя в жопу встанет знаешь динамит огромный короче. И длинный длинный фитиль. Горит горит. Но если даже за 500 тысяч километров фитиль поджечь. Жопа будет подгорать. Включает и так вот до вечера горит. И тут вечер с Соловьевым. И такой долгий у него же. Вот эта программа вечер с Соловьевым. Видели? Он сначала стоит в базаре. С людьми. Один на один. Бам. Шашлыки жарят. Там тёлку ебут. Базарят. Разные какие-то эти. Включаешь. Вадим начинается. В 3 часа ночи он не перестает пиздеть. Думаешь ты куда мать. Да. Философия бокса добавится. Да. Соловьева. Соловьев долбоёб. Кружкой. Просто долбоёб. Я не понимаю. Есть же люди долбоёбые. Вот сосед долбоёб есть. Типа таксист долбоёб. Какая-то продавщица долбоёбка. Ну типа они там их увольняют в случае чего. Так это же выгодный долбоёб. Да. Он конструктивно говорит о том, что интересно. С точки зрения власти он один из самых главных людей вообще в России, которых надо охранять. Ну типа которых надо. На самом деле вот именно грамотный переворот. Он и состоит из того, чтобы сначала ликвидировать всех таких господ, как Соловьёв. То есть исключить людей, которые настраивают остальных людей. Против и суд в уши про то, что людей депортировали нормальные из Рашки. У меня знакомых в Испании был. Он снимал, что помогал там пятерым или шестерым бабушкам у себя приютил. Потому что ну всё, они могли остаться на улице. Незнакомый просто чувачок? Блядь, вырежьте это, пожалуйста. И короче вот, по второму каналу там шоу называется. Короче там умер какой-то креативщик. 20 лет прошло. Они откопали Яну. И там такой челюсть такой лежит. Он говорит, как нам называть шоу про Стоянова? Какое-то гемористическое шоу. Кто там играет? Стоянов. Он говорит, пишите цифру Сто, а внизу Янов. Праха. И всё. Заебись. Шоу называется Стоянов. Типа Стоянов. И всё. И там все, короче, все уставшие звезды. Сергей Рост, Юрий Стоянов. Это Стоянов. Какой канал? Второй. Россия. Колчин, которая команда КВН «Сок» Самара. Агата, жена Приучинова, которая отпизженная тоже. Пьяным мужем. А никто не задумывался, что у неё фамилия отпизженная. У неё типа была какая-то нормальная фамилия. Её отпиздили. Муцнец. Агата. Как сыр адыгейский, да? Муцнец. 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 Пацанам стимниц. Короче, и вот. И он там настолько уставший, пиздец. Юрий. Как будто его заставляют. Там все как будто заставляют, блядь. Там Стоянов так настолько, блядь, и Сергей Рост, блядь, который второй. В смысле, как будто это канал «Россия-2». Ну да, да. Возможно, все один. Россия-2. Ну вот. Они все там, блядь, их как будто заставляют. Тебя заставлять будут на камеру смотреть? Ты вот ещё, блядь, лучше. Знаешь, для чего снимают? Они, короче, снимают, чтобы типа рекламу туда вкрутить, чтобы поднять бабок, и этого креативщика оживить. Скажут, что ты нам нужен, блядь, ты придумал вообще. И там шутки, блядь, такие. Я... Кто, да даже, блядь, бабушки уже не говорят слово «палучка», блядь. Палучка. Палучка. У меня на заводе «палучка» двенадцать с половиной тысяч рублей, блядь. Ну сценаристы это пиздец. Буцнец. 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 Да? Конечно. И походят на свидание? Да, ходят на свидание и жрут. Заюбно. На машине катаются. Роберт, с которым я снимал квартиру. Он пригласил девчонку на свидание, он уже подъезжает, пишет и типа старушка, выходи. И здесь. А какая у тебя машина? Он говорит, я ещё к станции подъезжаю. Он такой, ты что на метро? Это я езжу на авто, а с тобой буду гулять пешком? Что за бред? Всё, не пошло? Да, конечно, всё. Просто в блок. Да ка нахуй. Ты ж не вышел. Почему? Да ка нахуй я заревался в тиндере, что он ко мне приехал пешком человек. Ты же общение убираешь. Представляешь себе. Представляешь себе. Ты знаешь, знаешь свою цену. Если ты какой-то, например, не сын какого-то богатого черта, который приходит, приезжая на Порше или на Гелике, например. Или на ещё что-нибудь другом, чтобы не было конкретизации. А ты какой-то тип, у которого есть бабки, который сам заработал. Но тебе не нужна шмара, которая ведётся на бабки. Я бы так же поступил. Я бы сказал, я на метро приехал. Вот и всё. Который не знает, что у тебя бабки есть. Ты такой обычный. Надо прощупать. Если она мразота, ну всё, салам алейкум. Ты такой обычный. Да не нахуй мне эти проблемы. Дети и нормальные, порядочные тёлки по-братски. Да это коронавирус. Всё, совет для женщин услышан. Да. А что в Тюмени девчонкам делать? В Тюмени бежать. Тюмени. 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 Тюмени.